Здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте херсонцы и гости города. Сегодня мы с вами пройдемся по самым значимым, памятным, интересным местам Херсона. Так сказать, по культурному наследию, по тем местам, которые были бы интересны туристам, если бы городские власти были заинтересованы в развитии туризма. Посмотрим то, что лично мне хотелось бы показать гостям города и напомнить нам, херсонцам, которые иногда не поднимают глаз, погружаясь в житейские проблемы в поисках хлеба насущного. Конечно, наверное, неправильно было бы кого-то обвинять в это трудное время, многим не до красоты, но все же хочется напомнить всем, в каком чудесном городе мы живем, с богатейшей историей, с уникальной архитектурой, которую порой можно просто спасать. И я буду рада, если городская власть услышит мой посыл и обратит внимание на эту животрепещущую проблему. А начать хочется с уникального музея живой природы, который находится на углу улиц Ушакова и Театральная, бывшая улица Горького. Строение было сдано в эксплуатацию в 1905 году, и по прошествии более чем 100 лет здание музея начало активно рушиться. По крайней мере, его фасадная часть пришла в крайнее аварийное состояние. Признает это и администрация музея, о чем свидетельствует объявление, прикрепленное на стену и которое, видимо, должно служить оберегом для прохожих. Сказать, что фасад сделался аварийным только вчера, в один момент нельзя. Ведь уже на протяжении 10 лет куски лепки и штукатурки время от времени падают на тротуар, грозя покалечить херсонцев и гостей города. Сегодня в музеях хранятся уникальные коллекции насекомых, рептилий, рыб и птиц. Также посетители могут ознакомиться с представителями подводного мира, увидеть экзотических млекопитающих. Едут сюда, чтобы лучше узнать историю Херсонского края, ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны региона, да и просто обогатить свой кругозор. Музей является филиалом Херсонского краеведческого музея, а находится музей по адресу улица Театральная, номер 5. Итак, дом Блажкова. На старых фотографиях начала ушедшего века это здание так и называется «Красивый дом» возле парка. Оно принадлежало херсонскому городскому голове Николаю Ивановичу Блажкову. Точно такой же дом он увидел на французском бульваре в Одессе, теперь это санаторий Аркадия, и захотел построить такой же в Херсоне. На юге Украины очень много исторических памятников, строительство которых происходило в дореволюционные времена. Архитектурные здания той эпохи поведают туристу о лоске и роскоши имперского исторического периода. Дом Блажкова начала 20 века, а именно 1909 года. Проект строительства был разработан Одесситом Паулем Клейном. Почему здание получило такое название? Тут все просто. Оно было названо в честь заказчика городского головы Херсона Николая Ивановича Блажкова. Уже в те времена этот дом называли замком. Его роскошь поражала жителей и гостей города. Он построен в стиле неоготика, с присущим ему стремлением всех декоративных элементов ввысь, к небу. Над основной композицией как бы воцарилась башня. В глаз путешественника сразу бросается большое обилие ажурных элементов, украшающих здания. Также понимающий человек сможет выделить в доме некоторые нотки романтического стиля. Поскольку заказчик строительства был при должности, то и место для дома выбрано весьма удачно. Фасад выходит в Александровский парк, а с башни взору открывается сказочный вид на Днепр. Дом Блажкова во все времена утопал в пышной зелени. Дом имеет свои тайны и легенды. С ним связаны мистические происшествия. Есть и такие, которые до сегодняшнего дня не постигнуты человеческим разумом. Так, в 1911 году здесь прогремел взрыв, вследствие которого возник пожар, едва не разрушивший здание. Кто был организатором взрыва и с какой целью он был устроен, до сих пор неизвестно. По одной из версий, пожар произошел от самопроизвольного взрыва охотничьих патронов, хранившихся в сейфе помещений башни. Ходили слухи, что к делу причастен сам городской глава Херсона, ведь в один из периодов своей биографии он активно поддерживал и пропагандировал революционные идеи. Но, как бы там ни было, дело вскоре после пожара было закрыто по причине отсутствия доказательств. Еще одно происшествие, связанное с домом, коснулось всех жителей южного города. Дело в том, что некоторое время здесь арендовал несколько комнат первого этажа для своей канцелярии вице-консул Великобритании Каруана. Он известен как человек, причастный к хищению средств из городской казны, а также на свою родину он прихватил ценную коллекцию исторических реликвий. С 1952 года в помещении дома Блажкова находится детская музыкальная школа номер 1. Находится дом Блажкова по улице Лютеранская, 18, бывшая улица Кирова. Этот дом возведен в эксплуатацию в 1896 году как Херсонская общественная библиотека. Строительство велось, часть на пожертвования херсонцев, а часть средств выделила городская управа. Строительство началось по распоряжению на то время городского главы Михаила Беккера. Первым руководителем библиотеки была Вера Штейн-Финкель, которая мечтала о создании собственной библиотеки. По легенде, в нее был страстно влюблен городской глава Михаил Беккер. Здание в стиле неоклассицизма спроектировал архитектор Николай Толвинский. В начале 20 века Херсонскую общественную библиотеку часто посещал гимназист Борис Сергеев, будущий писатель Борис Лавренев. Здесь же располагалась и первая экспозиция Херсонского музея древностей. В начале 20 века библиотека была местом для тайных встреч и заседаний херсонских революционеров, каковой являлась и сама Вера Штейн-Финкель. Шершеля Фам, сказали бы, французы. По назначению библиотека служила до 1987 года. С тех пор и по нынешнее время в здании размещается Центральный городской ЗАГС. Расположено здание по улице Торговая, номер 24, бывшая улица 21 января. Арсенал. При ремонте здания Арсенала в 1971 году была найдена медная закладная доска с надписью «Оружейная в Херсоне палата, заложено лето господня 1784 августа, 8 день». Екатерина II – основательница града, августейшая, благочестивая, благоденствующая, великая росовобладательница Григорий Александрович Потемкин, князь Священной Римской империи, губернии, наместник. Арсенал строился инженером Иваном Струговщиковым по проекту Викентия Ван Рензанта с 1784 по 1788 годы. Это самое крупное сооружение крепости являлось хранилищем артиллерии, оружия и боеприпасов для армии, дислоцированной в Новороссийском крае. В 1812 году арсенал был перестроен. Такая необходимость возникла после сильного землетрясения 1802 года. Теперь здание предстало перед херсонцами в стиле ампир. Портик стал шестиколонным, что придало сооружению еще большего могущества. Немного позже была проведена внутренняя реконструкция. Здание перепланировали под арестантское исправительное учреждение. Сегодня достопримечательность по праву считается одним из лучших архитектурных памятников города. Арсенал сохранил мощь и роскошь, заложенную архитекторами. Но это не просто здание-пустышка. В нем расположены несколько городских организаций. Находится арсенал по адресу улица Перекопская, 10. Свято-Екатериненский собор Храм возводился с 1781 по 1786 год под неусыпным наблюдением Григория Александровича Потемкина и был освящен как храм Екатерины Александрийской, имя которой носила императрица Екатерина Великая. Здание выстроено из бледно-желтого ингулецкого известняка в стиле русского классицизма с четырехколонным портиком у западного фасада. Завершает строение невысокий купол. В наружных нишах помещены шесть скульптурных изображений святых. Символическое значение имеют две статуи, находящиеся возле центрального входа – святой апостол Петр с ключами от рая и святой апостол Павел с мечом. Херсон по замыслу должен быть Южным Петербургом, и собор был одним из первых шагов на этом пути. Князь Григорий Александрович Потемкин, основатель Херсона, завоеватель Тавриды, распорядился поставить эти фигуры возле входа, чтобы напоминать, что ключи от юга, то есть земного рая, достались после тяжелых боев, добытые мечом. С западной стороны собора находится надпись «Бронзовыми позолоченными буквами». Спасители рода человеческого Екатерина II посвящает. Архитектором проекта Екатеринского собора считается Иван Егорович Старов. Строительство храма вел архитектор Иван Матвеевич Сытников. Храм возводился под руководством генерала Ганнибала, который 30 августа 1781 года именем императрицы произвел закладку каменного храма в честь святой великомученицы Екатерины. В камень была положена доска с высеченной на ней надписью «Екатерина II императрица и самодержица Всероссийская», неподражаемая, но примерная потомству в великих делах ее всей стране, град, флота, коммерции. На семь месте благоволела быть Божьему во имя святой великомученицы Екатерины соборному храму, который заложен в месяц августа 30-й день 1781 года. На строительстве храма работал инженер-полковник Николай Корсаков. Храм полон архитектурных символов, раскрывающих смысл основания и названия Херсона. Они связаны и с Византией, и с хрящением Руси. В мае 1787 года собор посетила императрица Екатерина Великая. В память об этом посещении в соборе было оставлено стоящее под балдахином кресло, в котором она сидела во время богослужения. В память об этом посещении в собор в 1787 году императрицей были присланы золотой, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, надпредстольный крест 1677 года и Евангелие 1698 года. В разные годы собор посещали Суворов, Кутузов, герой войны 1812 года Денис Давыдов и Федор Ушаков. 6 декабря 1788 года по распоряжению князя Потемкина Таврического тела убитых воинов при очаковском штурме были перевезены в Херсон и погребены в ограде церкви. Храм был обнесен оградой, внутри которой находятся могилы и стоящие над ними надгробия героям очаковского сражения. В Екатерининском соборе захоронен прах и самого князя Григория Александровича Потемкина, скончавшегося в ясах 5 октября 1791 года. Ежегодно в день памяти Григория Александровича Потемкина на его могиле служится панихида. Находится Свято-Екатерининский собор по адресу улица Перекопская, номер 13. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, отзыв, понравилось ли вам видео в таком формате. От ваших комментариев зависит, будем ли мы продолжать в наших видео непридуманную историю города Херсона в старых зданиях, домах и церквях. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте счастливы и здоровы! А я прощаюсь с вами. До новых волнительных встреч!